Привет, народ! Что больше всего вы цените в ноутбуках? Предположу, что всё-таки занимаясь делом и поигрывая в игры, основным значимым фактором для вас является производительность. Мне лично глубоко плевать, насколько там у ноутбука резкие углы или толстые рамки, если он выполняет всё, что мне от него нужно. Частенько даже не имеет значения, насколько он целый. Частенько, отнюдь не всегда. Так или иначе, предлагаю вам оценить один ноутбук своим дизайном и структурой, заточенный преимущественно под женскую аудиторию. Sony Wayo 71211V. Исполнен он преимущественно в серебристо-белоснежном дизайне. Как говорится, каждая тян мечтает о своём белом рыцаре на коне. Правда, мало кто из них в курсе, что рыцари были теми ещё грязнулями. И здесь это как никогда к месту. Из-за стыков глянца с матовым, корпус со временем превратился не иначе, как в кусок грязной пластмассы. Особенно сет клавиатуры. Он выцвел, он испорчен. Единственное, чем можно, так сказать, реставрировать панель, это её покраска. Как понимаете, больше всех прочих, время поело именно клавиатуру. Вдобавок, мы-то в курсе, что стилизованные подтянок ноутбуки должны быть бронебойными. Но так как Sony решила подтянуть идею механики клавиатуры у макбука тех же лет, речь о надёжности идти не может. Воровать у Apple может только сам Apple. В итоге имеем выцветшее слабонадёжное барахло, которое раз за разом отказывает и любит разваливаться в самые неподходящие моменты. Да и вообще, если вы наблюдаете в этом Sony VAIO умственно отсталого близнеца макбука, то вам не кажется. Sony как будто почистую слизывала дизайн вплоть до расположения кнопки включения. Она даже фейдит точно так же. Впрочем, много кто в то время подтягивал идею яблочников. Так что ничего особенного. Да и к тому же Sony со своими потрясающими дизайнерскими ходами соригинальничать умудрилась. Миниджеки, микро и аудио спереди справа. Кто-нибудь может назвать мне вселенную, в которой это считалось бы удобным? При всём при этом компьютер достаточно неплохо сохранил свой хард и батарею. Изношенность её далеко не критична. И в случае перепродажи автономную работу этот VAIO покажет неплохую. Перегревается, однако, он дичайше. Так что пришлось его в сторону вентиляции вскапывать. Вот что-что, а разбирается он крайне просто. Достаточно лишь открутить чёрную заднюю панель. А какого хрена она чёрная? До этого дизайн строился преимущественно вокруг светлой упаковки. Что, добравшись до задницы, Sony сдались? Сомнительное решение какое-то. В итоге у нас тут просто сэндвич какой-то получается. Из серебристого, белого, просроченного белого и чёрного. Они собирали из того, что было или типа того? Ладно, знаю, что это риторический вопрос. Тем не менее, от такого простенького процесса разборки напарник даже удовольствие получил. Обычно ноутбуки ему даются тяжко. Очень порадовало, что большая часть начинки реализована так, чтобы пользователь с любым уровнем навыков мог без проблем сюда залезть и обслужить всё. Подводных камней секретными болтами здесь нет, да и всего пара шлейфов. Инженеры без сомнения знали, с кого брать пример. Хотя, стремясь минимизировать разброс проводов внутри, Sony собрали весь их пучок в один угол. В итоге такая вот вермишель у них тут появилась. Блин, будто они тут затеяли общее собрание. Впрочем, крышку закручивать они не мешают, так что запутаны они и запутаны, не буду лезть в их проводные дела. В комплектации также оказались 3 гигабайта DDR3 памяти, двухъядерный Pentium 6100 на 988 сокете, видеахарадеон мобилити 5470 на 512 мигов DDR3 видеопамяти и пару десятков паучьих яиц в радиаторной решётке. К тому же залитых дешёвым пивом. Просто незабываемый запах тут был при чистке охлада, уж поверьте. Ну, а в данный момент всё вычищено и обслужено. А значит, пора проверять, каков этот вайо в деле. В сокеты такие ноутбуком запихивают обычно третьи коры. Двухъядерный пень без трейдинга – это уж совсем какой-то днищенский вариант. Но даже с ним интернет нормально с рядом вкладок впахивает. И Full HD ролики с онлайн-кинцом хорошо переваривает. Если же вам интересно, как тут дело обстоит с играми, то вот вам ещё небольшой отличный аспект оригинальности Sony – софтварной комплектации своих девайсов. Десятки приложений вайо, висящих в задачах. Одно офигительней другого. И, разумеется, жрут они немало. А вот полезности нет совершенно. Зато, без сомнения, панели гламурненькие, с анимацией и даже спецкнопочками вызываются. Милота, короче. В общем, дабы запустить хоть что-нибудь игровое, приходится пару минут гасить в диспетчере задач всячески предустановленный мусор. Но с андроидом опыт подобный был, так что не проблема. Проблема, что даже несмотря на очистку диспетчера и реестра, этот ноутбук умудряется одинаково не тянуть совершенно любую игру на 11, 10 и 9 DirectX. По привычке как-то с хороших игр начал. Ну и Биошоки тут запустить решил. Третий Unreal Engine, в общем, погонять. И это было ошибкой. Блять, надеюсь, тот ублюдок, который придумал глянцевые матрицы, сдохнет в агонии. В любом случае, кадры скакали где-то с 15 до 30, совершенно при любых настройках графы и разрешения. Ну ок, подумал я и взял DMC 13 года, на том же Unreal, но с 9 DirectX. И каково же было удивление, когда картинка стала ещё хуже. Причём в разы. Скачки теперь стали от 5 до 15. На 9 DirectX. Бля, Вайо, а ю факин сериес? Лады, давайте скакнём чуток назад. 2006 год и NFS Carbon. Знаете, я много железа повидал. Но и сейчас впервые возник вопрос о наличии видеосистемы в системе ноутбука. С другой стороны, Need for Speed на макбуках примерно так же работают, так что в очередной раз Вайо не отстаёт от кумира. И только игра на 8 DirectX смогла держаться здесь более или менее достойно. Наконец-то хоть что-то под эту конфу удалось подобрать. Неспроста у меня эта игруха в пятёрке любимых. Всегда выручает. И знаете, нерабочий Escape это пытка. Особенно, когда ни Alt-Tab, ни Alt-Control-Delete не пашут. Вот тут, кстати, применение спецкнопкам Вайо и нашлось. Срабатывают они, сворачивая игру просто отличненько. Идеальное и суперполезное решение Sony, тут нечего добавить. И уж то-что, а сталкер-то тут точно обязан запуститься и хорошо работать. Вы что, сомневались? Разумеется, на нативном разрешении и днищенской графе. Ну, хоть как-то. Сомневаюсь, что после карбона этот результат вас разочарует. Само собой, кнопки бега, приседания, прыжка и даже Escape испорчены. Так что приходится вот так неуклюже воевать. Но главное с высокими кадрами. По всей видимости, ноутбук, наконец, нашел свою игру. Как и многие из нас. Но ближе к сути смотра. Только что мы наглядно узрели сильные и слабые дизайнерские, технические и софтварные стороны типичного ноутбука Sony VAIO образца 2009-2010 года. Как и в случае большинства ноутбуков этого и более позднего периода, под его сокет можно подобрать i3, i5 и i7 процессоры, накормив их минимум 8 гигами Азуди DR3. Но мне лично хватило недели пользования, чтобы навсегда решить, этого с ним не делать. На удивление, эта модель смогла совместить почти каждый возможный огрех дизайна. И итог мы только что наглядно изучили. Увы, но тезис Рунета, звучащий примерно как «Сони Вайо – это серия не для работы и игр, а чтобы девочкам нравится», опровергнуть не удалось. Похоже, единственное его достойное применение – это действительно интернет и кино. В крайнем случае, попади вам такой в руки, его в бизнес можно успешно будет пустить. Кое-что привлекательное тут для клиентов, хоть плохонько, но запускается. Если же вы уверены, что с i7 процом и 8 гигами Азу под капотом он станет мощнейшим орудием для создания контента и любимых игрушек – пробуйте. Но с 512 мегами видеопамяти DDR3 вы не сделаете ничего. Помните об этом. Делитесь своими впечатлениями, если имели дело с таким девайсом, и просто что думаете об увиденном. Но самое главное – выбирайте с умом, друзья. И до следующего раза.